Откройте двери и меня выпустите! Здравствуйте! Добрый день! Открывайте двери! Добрый день, а что происходит? С полицией. Что полиция? Полиция едет сейчас. Полиция едет? Нет, самая декоративная. Здравствуйте. Добрый день, что происходит? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте. Молодые люди, кто вы? Грущики. Грущики. А что вы грузите? Представьтесь, кто вы? Исполнитель. Добрый день. Добрый день. А кто вы? Старший государственный исполнитель. Можно ваши документы? А вы кто будете? Еще один, доктор Сергеевич, я здесь проживаю. Еще один. Документов у меня на данный момент нет, потому что она в областном правлении Бог у них не выдала. Простите, а на каких основаниях тогда вы находитесь здесь? Есть решение суда. Я понимаю, вы кто? Старший государственный исполнитель. Как я могу понять, что вы старший государственный... Хорошо, смотрите, вы можете вызвать наряд полиции. Я уже вызвал наряд полиции. Которая установит мое, скажем так... Документы. У вас должны быть документы, которые вы доверяют. Снимайте, снимайте, пожалуйста. Убирайте руки отсюда, не снимайте меня, ребята. Да ты не приходи в квартиру, не вламывайся, чтобы тебя не снимали. Понял? Долги отдавай. Какие долги? Какие долги, елки-палки? За что подвеска сидит? Скажи мне, пожалуйста. Где подвеска сидит? Сидит, у вас информация недостоверная. Вы выпустили языками. Вы выпустили или что? Вы выпустили языками. Послушайте меня, я тут что-то не буду, тут ничего. Не имеете вы, блядь, никакого права. Вы вошли в квартиру, да, не представившись. Я представился человеком, не виноват. Каким образом вы представили? Так я могу представиться. Послушайте, я с вами вообще не хочу разговаривать. Вы, как бы, не сторона по производству. Пожалуйста, какие-то документы, на основании которых вы сейчас взломали двери. У меня есть людское удостоверение, но что оно вам даст? Это частная квартира. Частная квартира. Это частная квартира. Вы проводите, мы не снимаем вас. Стойте, гуляй, понял? Ты что, куда гулять? Куда хочешь? Я тебе сейчас расскажу, куда уйти. Я тебе расскажу, я тебе пишу там. Подождите, подождите. Чтобы потом всю жизнь в аптеке двери. Человек тоже прописан. Не надо снимать у меня в квартире. Саня, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Документы нет, да. Я забыл о тебе. В купе приказа есть все назначение на должность в квартире, чтобы в квартире, чтобы в квартире, где-то и... Документы должны быть не донали. Ты не сухой был. Ну, пожалуйста, давайте с моим наличным с приедем в отдел, поедем, и я принадлежу. Что понимаешь, в таком случае, все ваши деятельности сворачиваются. В ДВС? Мы предлагаем, да. Документы ты сможешь подвезти? Нет. А как мы у вас живем? По-вашему? Задерживать, я думаю. Мы же задерживаем. Хорошо, выходите. Да, идите, пожалуйста. Так, где мои... Ходи, пожалуйста. Я не знаю, может быть, опять-таки, может быть, зная господина Подвейской, сталкиваясь с его прецедентами по всему городу Харькову, я могу сказать, что за ним неоднократно прослеживались коррупционные действия с должностными лицами. Поэтому у меня есть большие сомнения, что тот исполнитель, который пришел, действует на законных основаниях. И у нас нет возможности на сегодняшний момент выяснить этот вопрос. Видите, вот это подвеска. Теперь есть возможность с ним познакомиться. Понимаешь, лично. Собака, сука. Я присутствовал при проведении исполнительной действия. Исполняется решение о суде. Однако у исполнителя никаких документов при себе не было. Я не отвечаю за работу исполнителя, я просто присутствую. У меня уведомлено, что я присутствовал в качестве сторони и исполняется решение о суде. А чому вы сюда пришли? Что вы хотите? Меня запросил исполнитель, законодатель. Державный законодатель попросил меня. Для чего? Написано было же на проведение законодательных действий. В якости кого вас запросили? В якости старого законодательного права. Ну что вы хотите добиться? Это ваша квартира вы хотите добиться? Я еще выполню вимоги державного указа, який выполняет вимоги в суде. Это помещение про обусы Dj구на, которые продали квартиру, äне передали ее фактически. То есть они деньги получαν setting за квартиру, а саму квартиру не передают. То есть такие себе шах Touраев. Вам? Они мне продали квартиру, получили деньги, а саму квартиру действительно положили передать. И такой способ они обладят и грошем, и получили себе квартиру. А за сколько они вам продали квартиры? В документах все цифры есть, кажется, близко 40 тысяч долларов. В 2010 году у меня был бизнес, аптека, и тогда, когда вы понимаете, были проблемы с банками, очень много таких проблем, они не выдавали кредиты, я вернулася до частного инвестора. Я вернулася до него не безпосередньо, а его мені рекомендувала, рекомендувала людина, которой я особисто доверяла. Я вернулася до цієї жінки, і вона мені сказала, що є такий Антон Подвесько. Я спитала, як він недійна людина, вона каже, так, він дуже недійна, але він там з якимись своїми хитрищами, і це буде договір куплі-продажу, а не інша якась форма. Я не спитала, я кажу, ну як це, продати, взяти житло, але вона мене запевнила, що все добре буде, і ця людина дуже така, виплатить, і буде все добре. Ми таку угоду уклали в 2010 році. Зараз тут він показує якісь документи, договір куплі-продажі, датований вже 11-м роком. У мене є оригінальну опію, де там зазначена 10-й рік. Ми домовилися, що кожен місяць, певний час, я дзвоню йому, і ми зустрічаємось, і ця людина отримує певні проценти і тіло, як скажімо, кредиту цього. Далі Антон Подвесько зі мною зустрівся один місяць. Коли я його попросила писати мені розписку про отримані в кошті, він так хитренько ухмилявся і казав, ну що ви розумієте, тут усе у нас на таких довірах. Більш він зі мною не зустрічався, це один єдиний раз було. А потім я узнала вже, не брав він слухалку, і один раз чи два, я вже не пам'ятаю, бо це було давно, ми поїхали по місцю його проживання, зафіксованому, там на Петровському вулиці, але там ніхто не відкривав нам двері. А потім я узнала, що Антона Подвіцко посадили за шафрайський день. А можна пройти? Ну, ви хазяєн, проходіть. Так, це ми, рівня, не, ну, не, ну, не, ну, почему? Не, не, ну, хазяєн пускай проходит, ніхто не може понять. Я хазяю не препятую. Так а ви не препятствуєте його, не можете привязати його гостю. Не, ви хочете, щоб тут якісь місць безпорядки? Це к нему, не, не буде ніяких місць безпорядков. Безпорядкова буде, якщо ви будете тому препятствувати, а так не буде ніяких безпорядков. Заходите, заходите, все нормально, заходите. Пойдем, ребята. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Дайте, штатив, умиру. Это видно, до ст. 3-й друй, закону, кому не про виконавчих правований, дежурная виконавча вважається платривные приклади проведення виконавчих дій по наразі і обставлені та особи невідомі. Ще, кажучи, джать, проведення виконавчих дій. Дату проведення виконавчих дій буде визначена. Полицію тоже не звал. Я звал такого роду участкового. Вы вызвали полицію, пожалуйста, у вас какой-то был факт. А господин участковый, что, он уходит с вами или он остается? Я своє действо на сегодня заканчиваю. Работник полиції, точнее, участковый, я думаю, что его присутствие здесь уже нету необходимости. Ну, все. Так, я не знаю, где-нибудь, ну, где они, ну, на кухне, ну, где-то свежеводжер. Ну, я даю свежеводжер. Нет, я даю свежеводжер. Вот я не полагаю на свое юридическое образование. Здесь, получается, знаете, подпись, а фамилия, инициал, в скобочках. В скобочках фамилия, имя, отчество. Сейчас переносится данная ситуация. Вы слышите, что аксо ставлю. Повесить обратно за ном. Который принадлежит хозяину. Таком словом. Ну, не хозяину. За должнику. За ном, в дверях. Дверь, квартира. Каталька не мое. Туалет. Нет, спасибо. Так же. А вот еще вопрос. Кто там подписывался? А ваши, добытесь? Я должен поменять. Я хочу, чтобы не было ничего. Давайте проверить. Зачем есть ваша. Сейчас это еще не ваша. Как вы, они наши. Это наша собственность. Государство, он признанно зарегистрировано. Нет, оно решено уже тысячу раз. Уже и свечи на суде. Ну, у нас порядка, где уже зашла апелляция. Уже решено. Все мое. Я просто обраду. Со временем. Раньше, чуть позже. Здесь один ад. Потому что было. Попробуйте провести офис. Ну, не удалось. Так, ну, так что с замками? Где замки, которые здесь стоят? Они сломались. Как это сломались? Ну, так сломались. Ну, так сломались. Ну, так сломались. Я открыла эти двери. Где замки, молодые? На наступное майно. А где старые замки? Новые замки, ключ и все. Потом все это... У вас тоже ключи описывали? Нет, все вон. Ну, не получится. Это клавишка замка подъездка. Ключ всего один. Замку только один ключ предлагается? Замку один ключ? Очень, очень. Да нет, у нас не находите, а? Он не новый. Ну, конечно, не новый. Что ж, ни в одной квартире так по голове? Мы не будем сюда втрашаться, мы же не по той специальности. Все, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.